Сейчас мы находимся в файле 05.03.start.matbox, где я получил скульптурный вариант кресла, который включает в себя около 12 миллионов полигонов. К тому времени, когда я его закончил, смог получить детали форм, например, складки кожи по подлокотникам, спинки, подушки и так далее. Я не стал добавлять некоторые мелкие детали, которые на самом деле можно доделать, вернувшись в мае. Итак, вот последнее, что нужно сделать сейчас в рабочем процессе лепки органики, передать эту форму обратно в мае в разрешении, приемлемом для дальнейшего использования в этой программе. Возможно, это не будет финальная модель, но мне обычно нравится получать ретопологию из матбокс, чтобы начать манипулировать ею, а затем окончательную геометрию, необходимую для рабочего процесса. Давайте начнем рассматривать инструменты ретопологии, чтобы отправить затем ее результат обратно в мае. Скрою подушку, начну с выбора этой части кресла. И теперь, чтобы ретопология вернулась в мае или уменьшила объем геометрии, который сейчас есть, я фактически собираюсь опустить количество полигонов кресла на другой уровень. Обычно я пытаюсь выбрать разрешение среднего уровня. Это, как правило, позволяет инструменту ретопологии не очень сильно зависеть от сложности геометрии, которая может вызывать ошибки или сбои на этом этапе. Таким образом, этот левел, равный трем, должен быть тем параметром, который хотим использовать. При выбранном кресле иду в меню Сетка ретопология и выбираю New Operation. Здесь есть имя операции, которое я просто оставлю как есть, но Output Mesh Name меняю на Chair Low Res, кресло в низком разрешении. Этот целевой параметр числа поверхности меняю с 3000 по умолчанию до 30 000, что достаточно для проекта с высоким разрешением в мае, без перезагрузки его полностью и в то же время оставляет геометрию удобной для манипулирования в программе. Мне нравится оставлять этот параметр однородности поверхности на значение равном единице. И не собираюсь использовать какие-либо кривые, чтобы помочь контролировать поток топологии. Также не собираюсь передавать какие-либо скульптурные детали. Я хочу, чтобы Matbox создал около 30 000 полигонов и не хочу, чтобы пришлось затем поднимать или опускать это разрешение. Включаю этот параметр симметрии на основе осей. Сдвину это окно и посмотрим, что здесь происходит. И указываю инструменту ретопологии выбрать отзеркаливание справа налево по оси X. Также включаю пункт использовать локальную ось и вы видите, что сетка немного сдвигается. Я моделировал это кресло без соблюдения строгой симметрии, поэтому хочу отцентрировать его немного лучше, включив этот параметр Use Local Axis. А этот пункт передачи скульптурной лепки здесь, извините, случайно вызвал всплывающее меню помощи. Итак, я собираюсь изменить этот параметр использования одной стороны источника на обе его стороны. Включение обеих сторон источника действительно работает хорошо, если у вас есть объекты, близкие к симметрии, но они симметричны абсолютно. И это займет в зависимости от мощности вашего компьютера от 1 до 10 минут. Итак, нажимаю кнопку Retopologize и сейчас мы возвращаемся, когда операция уже завершена. Это заняло около 5 минут, ретопология прошла успешно и у нас теперь есть базовая сетка из примерно 31 тысячи полигонов. Кликаю правой кнопкой мышки по объекту здесь и нажимаю W, если не вижу сетки ребер. Теперь можем внимательно рассмотреть сетку, которую Matbox создал для нас по умолчанию. Конечно, она не будет идеальной. Вы на самом деле можете легко видеть, что есть проблема здесь, в середине, с участком в такой форме бриллианта. Это также такая специфическая топология здесь, которая мне не нравится. И еще здесь сбоку. Все это, я думаю, нуждается в небольшой доработке. Но если просто обойдем вокруг объекта, то можете видеть, что получаем много вертикальных и горизонтальных петель ребер. И это будет очень хорошо работать при текстурировании. Итак, давайте скроем это кресло с низким разрешением, откроем эту подушку и посмотрим на нее. Иногда с цифровой скульптуры, особенно для объектов, которые являются просто кубом или сферой с их естественной формой, может вообще не понадобиться выполнять ретопологию. Сниму выбор и давайте посмотрим на нее. Нажимаю несколько раз клавишу Page Down и при этом медленно начинаю спускаться по уровням подразделения этого объекта. И как видите, на втором уровне это дает 48 тысяч полигонов, что явно излишне для формы подушки. Первый уровень это около 12 тысяч полигонов, а нулевой около 3 тысяч. Я думаю, что вполне можем использовать этот уровень. Здесь есть петли ребер, которые пробегают рядом друг с другом вдоль этих краев, как и должно быть в финальном виде. И хотя при этом потеряны все детали этой конкретной лепки, позже карты нормали или рельефов, которые создадим, вернут всю эту информацию. Так что в данном конкретном случае я не рекомендую делать ретопологию. Хотя, конечно, вы можете использовать те же самые настройки, чтобы получить подушку с другим количеством полигонов, но здесь я оставлю все как есть сейчас. Следующий шаг, который нужно сделать, отправить обе эти формы обратно в Maya, чтобы начать корректировать их и фактически добавить к ним UVs, и была бы возможность передать им данные с высоким разрешением. Итак, делаю видимым кресло с низким разрешением, также выбираю и подушку, иду в меню File Send to Maya, и выбираю этот пункт отправки как новой сцены. И это создает соединение. Если файл сцены открыт, Maya фактически проведет процесс здесь. Внизу экрана видим, что есть подключение к Matbox, и можем отступить здесь назад и посмотреть на наши два объекта в немного меньшем разрешении, чем раньше. Теперь все эти детали отсутствуют, но мы их получим позже. Итак, этот шаг на самом деле имеет решающее значение в рабочем процессе органического моделирования. Он работает между двумя пакетами программ, а иногда с участием трех или четырех пакетов, для которых нужна геометрия, оптимизированная для их рабочих процессов. Так Matbox может обрабатывать 12 или даже 30 миллионов полигонов очень легко. Но если бы мы поместили эту сетку ребер в Maya, то привели бы программу к резкому торможению. Так что на самом деле не смогли бы получить эффективный рабочий процесс моделирования рендеринга. Тем более для добавления анимации, эффектов или послойного финального рендеринга. Редактор субтитров А.Семкин